Информационная война Времени в природе происходит и это очень приятная новость Тема сегодняшней программы Та самая тема, которую мы с вами касаемся периодически, наверное, раз в неделю точно И она связана с тремя событиями, которые произошли вчера и позавчера Эти события не отмечены в новостной ленте, они такого, знаете ли, ну, наверное, локального характера Но, тем не менее, они в точности отражают ситуацию с информационной работой С точки зрения связи времен, с точки зрения связи поколений Вчера на телерадиокомпании «Крым» прошло наше известное ток-шоу «Все как есть» Марии Волконской И я не буду касаться самой темы ток-шоу, но вот многие участники, которые стояли перед микрофонами Многие участники, сидевшие в зале, и телезрители отметили, насколько разнится картина мира у представителей разных поколений Причем картина мира сегодняшнего дня, картина мира, что было в прошлом, о стране прежде всего, о народе, о народах И, самое главное, картинка будущего При этом задавался вопрос примерно такой Собственно говоря, вчера после ток-шоу, оно всегда вызывает бурное обсуждение Начались обсуждения в социальных сетях, и люди задают вопрос примерно такого содержания Ведь на самом-то деле, ну, внешне ничего не поменялось Родители родительствуют, учителя учительствуют А картина мира у молодых, и картина мира у людей там 35+, она все более и более начинает отличаться Причем эти отличия на самом деле касаются таких вопросов, ну, государствообразующих Что такое патриотизм, что такое родина, какова история нашей страны История 20-го века, история 19-го века Вот отношение к этим вопросам, оно, собственно говоря, и составляет основу любых социальных конфликтов И по большому счету, вот эти вот 112 институтов пресловутых, о которых мы с вами говорим Существующие на Западе, которые изучают наши психотипы, которые изучают нашу историю И которые используют эту разницу в картинах мира В общем-то, эти 112 институтов научно-исследовательских, психологических, ментальных Они вот именно в этом направлении и работают Это первое событие Второе событие Вчера на сайте Комсомольской правды показали видеоролик, пресс-конференцию Николая Яныча Азарова, помните, такой был премьер-министр во времена Януковича Олени Который претендует на будущие выборы будущего президента Украины И еще несколько деятелей, среди которых в зале сидела Наталья Витренко И на этой пресс-конференции, в общем-то, самое ценное, сказала Витренко и женщина, которая представляла комитет политзаключенных Украины Они заявили то, что мы с вами обсуждаем в нашей информационной войне на протяжении двух лет Что за эти два года русский мир, в общем-то, достиг больших успехов с точки зрения, ну, знаете, управленческих действий на верхнем этаже С точки зрения внешней политики, с точки зрения развития вооруженных сил, как аргумента во внешней политике С точки зрения глобальной политики, но с точки зрения взаимодействия, например, с украинцами Прямого общения, минуя Хунту, минуя Киев В общем-то, есть системные пробелы, и эти пробелы тоже связаны с тем, что с той стороны готовится кадровая база На самом деле, вот все, что произошло за последние два года в Киеве, имеет такую, ну, знаете, системообразующую особенность Все журналисты, которые работали на Майдан, которые, собственно говоря, во многом являются виновниками братоубийственной войны, развернувшейся на Украине Эти все журналисты, они состоялись как кадры Им за все заплатили, многие из них получили мандаты депутатов И в результате сформировалась управленческая кадровая база, которая хоть и разваливает страну, понятное дело, высасывая из нее ресурсы в интересах Запада Но, тем не менее, эти люди управляют этой территорией Кадровой базы, которая бы им противостояла Ну, во-первых, ни один украинский олигарх не взял на себя такую задачу и даже ее для себя не сформулировал А мы, русские люди, ее тоже не формулируем, но, наверное, еще и в силу того, что, ну, наверное, не очень понимаем А что вообще нужно делать в нынешних условиях, когда Запад фактически оккупировал Украину И картина мира у наших молодых людей, у старшеклассников, у студентов, у работающей молодежи Отличается от картины мира представителей старшего поколения А теперь представьте, насколько эта разница велика там Третье событие, которое произошло и от которого я хочу оттолкнуться в сегодняшних рассуждениях Связано с тем, что на территории города Симферополя практикуются так называемые дискуссионные клубы Достаточно популярные, хочу сказать, среди молодежи В основном там участвуют старшеклассники, студенты Есть несколько площадок, одна площадка наиболее активная, развернута на базе библиотеки имени Пушкина Это в районе Советской площади И во время этих дискуссионных клубов, кстати, они все проходят по американскому формату Там, знаете, есть такие стартовые фразы Люди собираются, делятся на две команды, задается тема И, в общем-то, моделируются дебаты парламентские по тому или иному вопросу Есть правительство, есть оппозиция, и каждый оратор от каждой команды, в общем-то, начинает делать заявление со словами Эта палата считает что И вот этот формат дискуссионного клуба, который распространяется американскими НКО Он на самом деле очень полезен с точки зрения развития и ораторских способностей, и управленческих, и вообще дебатов С точки зрения, например, ток-шоу, которые идут на территории Украины Савик Шустер, там, всевозможная свобода на всех каналах С точки зрения ток-шоу на федеральных каналах Российской Федерации Формат дискуссионного клуба, он чрезвычайно популярен Он на самом деле по рейтингам, по смотрибельности Он вровень с боевиками, комедиями, детективами И люди тратят реально по полтора, по два часа выходной день Для того, чтобы посмотреть «Воскресный вечер», например, с Владимиром Соловьевым Так вот, получается, что на Земле возникла модель Во многом, конечно, спонсируемая с Запада, продвигаемая как формат И люди там тоже пытаются обсуждать социально значимые вопросы Причем есть такая закономерность, что наиболее активные дети Наиболее активные старшеклассники, наиболее активные студенты Которые принимают участие, картина мира их во многом с нашей совпадает Ну и дети, скажу честно, они достаточно развитые То есть темп речи, связанность речи, то есть аргументация Умение вести дискуссию культурно, умение понимать, чувствовать Разное поколение там на самом деле развивается Возникла, кстати, идея сформировать наш крымский формат дискуссии Для того, чтобы не противопоставлять, например, одну идею другой Вот вчера, например, обсуждалась тема, связанная вот с чем Многие граждане Российской Федерации были добровольцами на территории Донецкой и Луганской народных республик Они вернулись, многие из них получили ранения, многие социально не могут адаптироваться Многие даже с ампутациями и так далее И получается ситуация, что есть юридический казус, связанный с тем Что они подпадают, в общем-то, под влияние закона, связанного о наемничестве И они не могут получить статуса участника боевых действий И, соответственно, возникает социальный вопрос Они-то сами, эти добровольцы Да, хочу напомнить, что сформировался союз добровольцев Донбасса Его возглавляет Бородай, бывший глава Донецкой народной республики И, в общем-то, эти добровольцы, они ни о чем не просят Я сейчас вернусь к дискуссионному клубу Возникает вопрос Общество, община русского мира Может ли дать им предоставить статус участника боевых действий А это все-таки социальная защита Какая-никакая Деньги там небольшие, но есть возможность получить какое-то медицинское обслуживание Какие-то льготы и так далее А по факту, они по формальным признакам-то подпадают под закон о наемничестве Но, с другой стороны, они шли защищать русских людей Против карательной операции по зачистке и этнической чистке этих русских людей Причем, очень важный момент, эти русские люди, как соотечественники за рубежом Жили не на территории Российской Федерации Возникает исключительно этический вопрос И вот этот вопрос, который на самом деле должен волновать русскую общину Потому что соотечественников очень похожих на нас У которых картина мира соответствует нашей картине мира достаточно много На территории Украины их живет примерно чуть менее 30 миллионов Я исключаю бандеровцев и сведомых украинцев, которым обсуждать этот вопрос бесполезно Так вот, вопрос этический Нужно ли гражданам Российской Федерации, которые участвовали добровольцами А граждане Российской Федерации участвовали добровольцами не только в конфликте на Донбассе Они участвовали в конфликте в Приднестровье, в Абхазии, в Югославии И при этом эти добровольцы, которые... А история добровольческого движения, она на самом деле еще восходит к началу 20 века Еще войны англичан с бурами в Южной Африке Русские добровольцы во многом составляли значительную часть корпуса бурской армии Которая противостояла англичанам И вот получается, что русская традиция, когда люди поднимаются, в общем-то, не за деньги Я не знаю добровольцев, которые, например, очень сильно разбогатели в результате этой войны Наемники, кстати, члены иностранного легиона, французского, американского Члены разных частных военных компаний, они на этом зарабатывают хорошо Но добровольцы, которые служили в Донбассе, которые ранения имеют, ампутации Которые проходят реабилитацию, они, я бы не сказал, что они очень сильно заработали как наемники Они встали после того, как мы с вами по телевизору видели Как украинские вооруженные силы градами, ну, например, снесли станицу Луганскую В Луганской Народной Республике Просто, вот просто была улица с детьми, с людьми, взяли и вынесли Когда начался массовый геноцид русскоязычного, русского населения на Донбассе Многие, и крымчане в том числе, встали и пошли защищать русских людей Это была защитная реакция, это стали воины и сказали Мы этого не позволим И вот в результате этого возникает юридический казус и этический вопрос Картина мира Если люди защищают соотечественников за рубежом от геноцида, от этнических чисток Можем ли мы предоставить им статус участника боевых действий? Либо, по формальным признакам, они подпадают под закон о наемничестве И этот вопрос даже обсуждать не стоит Правда, интересный вопрос? И вот во время обсуждения дискуссионного клуба Когда мы обсуждали в рамках крымского формата Крымский формат отличается от американского Не только стартовыми словами Эта палата считает, что мы там играем в другую игру Мы считаем, что нужно дать статус, а другие говорят, что не нужно Так вот, молодежь, точно так же, как и молодежь на ток-шоу «Все как есть» Задавали естественный, причем искренний вопрос Мы не понимаем, говорит наша молодежь Мы не понимаем, какие мотивы побудительные Встать, все бросить, поехать на сборный пункт, получить оружие и идти воевать За что? Ну, то есть за деньги еще можно понять То есть, понимаете, вот этот этический вопрос для старшего поколения Более-менее понятный, что такое доброволец Для молодого поколения вообще не понятен Они не понимают, они не понимают приход, расход и прикуп Они не понимают вообще мотивации Ну, живут там люди, ну и что? То есть у них нет ни родовых привязок, ни национальных, ни государственных, ни патриотических вообще То есть случилась такая ситуация, при которой даже у нас в русском обществе, в русском общине Когда учителя учительствуют, родители родительствуют Мы, в общем-то, умничаем на многие темы, но при этом получается, что разрыв картины мира, он на самом деле увеличивается И вот что делать с этой ситуацией, вот с этим вопросом я хочу обратиться ко всем телезрителям Ну, понятное дело, к наиболее активным Особенно к педагогам и методистам Для того, чтобы с этой ситуацией, ну, что-то решить Потому что те 112 институтов научно-исследовательских, психологических, ментальных Которые работают на Западе Они в основном все сосредоточены на территории Голландии, Великобритании и США Они действительно изучают наши психотипы И самая главная их цель заключается в том, чтобы картина мира, находящаяся в голове у старшего поколения Особенно родившегося во времена Советского Союза Со своими представлениями о патриотизме, о долге, об отношении к женщине, к деньгам, к работе, к родине, к Богу К общине, о порядочности, о том, лезть в драку по каким ситуациям, а по каким искать мира И так далее, и так далее Вот чтобы картина мира, которую я сейчас описал широкими мазками Полностью не соответствовала картине мира у молодого поколения Есть старая поговорка китайская, которая звучит примерно так Хочешь победить врага, воспитай его детей И вот с этой точки зрения я хочу сказать, что воспитание наших детей Детей нашей общины, я имею в виду общины русского мира Еще раз хочу повторить, русский мир в данном случае не имеет национальных признаков Русский это прилагательное Русский татарин, русский армянин, русский еврей, русский украинец Потому что есть нерусские украинцы, я имею в виду те, которые убили в себе русского И идут на Донбасс убивать русских других Так вот, русский это прилагательное, которое всего лишь навсего означает Цивилизационный язык межнационального общения И получается, что в нашей общине происходит перехват управления молодым поколением, и мы можем с вами очень многое сделать, например, с точки зрения глобальной политики, внешней политики, развития наших вооруженных сил, развития наших специалистов, которые работают, например, на новых производствах, которые производят новые виды вооружения, новые технологии. В России запустилось производство новых процессоров с большим количеством ядер, то есть даже в микроэлектронике традиционно на протяжении 25 лет считалось, что мы отстаем страшно-страшно от Запада по этому направлению, хотя на самом деле многие советские наработки Запад использовал и монетизировал. Так вот, несмотря на то, что это все делается, у нас с вами, и пресс-конференция в Комсомольской правде это подтверждает, у нас с вами есть системные пробелы, системные упущения, связанные с гуманитарной работой и прежде всего даже не столько с молодежью, например, оставшейся на территории Украины. А хочу напомнить, что там в детских садах и в школах проходят мероприятия методически очень правильное такое чувство, что эти научно-исследовательские институты, изучающие наш психотип, они пишут методички, что говорить на митингах и линейках в школе, какие речевки кричать, кому требовать немедленной смерти и так далее, и так далее, расчеловечивание детей, живущих на территории Украины. У нас со своими детьми не все в порядке, не все, слава Богу, и это на самом деле требует, ну я не хочу сказать прям создания таких научно-исследовательских институтов, но во всяком случае объединение мозгов и интеллектов разных людей, разных поколений, которые способны, например, предложить методическое решение. По большому счету, учителя учительствуют, родители родительствуют, взрослые зарабатывают на кусок хлеба себе, семьям и накормить этих же детей, но в результате этого в информационном поле есть разрыв картины мира, прошлого, настоящего и будущего. Вопрос звучит таким образом, как в существующих условиях, при помощи каких методических действий, может быть конференций, может быть семинаров с родителями, для того, чтобы их хотя бы настроить на одну волну, может быть работы с учителями, для того, чтобы их тоже настроить на одну волну, может быть компенсировать тот вал западных фильмов и мультфильмов, которые на самом деле царствуют на наших экранах, и телевизионных, и кинотеатральных, для того, чтобы наш контент, наши фильмы, наши мультфильмы, особенно фильмы игровые, те, которые дети смотрят, особенно фильмы в тех жанрах, которые они просматривают, если не в кинотеатре, то вконтакте, на планшетах, ноутбуках, чтобы предложить им что-то, что может нашу картину мира им и донести. По большому счету, наша картина мира, которую мы взрослые считаем справедливой, правильной, наиболее адекватно оценивающей нашу цивилизацию, региональную, русский мир, с точки зрения внешнего давления среды, мы ее не передаем детям. Методика преподавания разных предметов, вопрос патриотизма, вопрос отношения к родине, отношения к родителям, к старикам, к труду, к деньгам, к тому, ради чего идти драться, для чего жертвовать жизнью, ведь это на самом деле, даже учителя учительствуют, родители родительствуют, эти темы не обсуждаются вообще. И получается, что наша картина мира в их головах отсутствует напрочь просто потому, что она не формулируется, она не проговаривается ни вслух, ни при помощи фильмов, ни при помощи мультфильмов. У нас нет единого центра, который бы в какой-то степени замещал тот прообраз нашего научно-исследовательского института, который бы форматировал нашу идеологию, которая, несмотря на то, что она, в общем-то, не запрещена по Конституции, но она-то по умолчанию есть. В чем, получается, основной прикуп этой игры? По умолчанию идеология старшего поколения, подавляющего большинства, я имею в виду, я понимаю, что есть идеология либеральная, а есть идеология патриотическая. Так вот, патриотическая идеология, которая по умолчанию все равно находится в головах и в сердцах людей 40+, это идеология, не воспетая в образах героя нашего времени, героини нашего времени, со своими поведенческими реакциями, как реагировать на те или иные вопросы, которые предоставляет жизнь. Вот такой научно-исследовательский институт, пусть даже поначалу на общественных началах, когда люди начнут генерировать учебники, когда люди начнут генерировать методические пособия, когда начнут сниматься фильмы, если для фильма нет, например, финансирования централизованного и невозможно получить какой-то грант правительственного министерства культуры на производство, например, светлого, позитивного фильма о школьниках, современных школьниках, которые, ну, более-менее картина мира у них соответствует нашим представлениям о добре и зле, вот тогда получается, что община может в этом смысле кое-что сделать. И наша программа «Информационная война», которая, безусловно, по умолчанию обязана анализировать новостную ленту, давать трактовки и оценки, основной упор нашей деятельности, нашей редакции мы видим в том, чтобы, ну, во всяком случае, построить всех людей, заинтересованных в озвучиваемых вопросах, вместе, сообща, в результате обсуждений, в результате дискуссий, диалогов, выработать методику, потому что без этой методики, даже если мы действительно осуществим вот этот прорыв в ближайшие 12-15 лет, когда русский мир осуществит свой вдох, присоединение, возвращение Крыма, это только начало вдоха. У нас очень большие проблемы с Украиной, но я думаю, рано или поздно русские люди все равно свою родовую память включат, и рано или поздно мы вернем все территории, не в том смысле, что государственность Украины будет потеряна, а в том смысле, что поскольку она полита кровью и украинцев, и русских, и других народов Советского Союза, так обильно, мы просто не можем отдавать Западу эти территории, нас просто предки, стоящие за нашими спинами, не поймут. Так вот, вот эти методики, вот этот интеллектуальный труд, вот этот интеллектуальный ресурс, не денежный, а прежде всего интеллектуальный, мы сражаемся с нашими партнерами не на уровне ресурсов, не на уровне вооружений, мы переумнить должны, мы должны переиграть своим интеллектом, своими методиками, своими решениями, своими наработанными технологиями. Эти технологии не железные, эти технологии прежде всего в области человековедения. И вот я хочу обратиться ко всем телезрителям, которые смотрят нашу программу и на территории Республики Крым, и на территории Украины, а там достаточно много людей, которые ничем от нас не отличаются, ни по картинке мира, ни по целеполаганию, ни по тому, как они видят будущее всего русского мира, а также зрители, которые смотрят нас в других регионах Российской Федерации, нужно сказать, что телерадиокомпания Крым после выхода на спутник, да и в виде ютубовских роликов нас смотрят везде, приложить, задаться вопросом, что мы сейчас можем сделать, сообща с точки зрения, как переиграть и переумнить Запад, который прилагает колоссальные ресурсы и интеллектуальные ресурсы прежде всего, для того, чтобы разрыв поколений, разрыв времен, чтобы картинка мира старшего поколения и картинка мира младшего поколения принципиально не пересекались, чтобы при любых обсуждениях вопросов страны, патриотизма, отношения к женщине, к труду, к деньгам, к родине, к войне, к защите родине, чтобы любые обсуждения старших и младших, это было, знаете, как сравнение теплого и зеленого, люди бы даже друг друга не понимали на уровне понятийного аппарата. Нам этому что-то нужно противопоставить. И я думаю, что основные направления этой работы должны заключаться прежде всего в работе с родителями, особенно с родителями, которые разделяют наши тревоги и взгляды на эту проблему, с учительским корпусом, причем абсолютно не надо готовить новых учителей, как-то по-особому их подготавливать, нужно работать с теми людьми, которые есть. Этих людей нужно только вдохновить и зарядить. И я думаю, что этот вопрос является основополагающим вопросом, нашей целью и задачей нашей миролюбивой программы «Информационная война», которым я хочу вдохновить вас и хочу получить от вас какую-то обратную связь. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин